МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Мы продолжаем цикл записи с участниками Великой Отечественной и Второй мировой войны. Сегодня мы в гостях у Абрама Вдова, участника Великой Отечественной войны и члена организации Союза ветеранов города Кирьян-Бялик. Добрый день, Абрам! Здравствуйте! Да, и вот сейчас хотели бы задать вам несколько вопросов, на которые я очень уверена, что получим массу интересных, ну, и ваших воспоминаний о вашей деятельности и в Союзе ветеранов, и в годы Великой Отечественной войны. Пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день, Абрам! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, где, когда вы родились, в каком городе и какого числа? Я родился 6 января 1926 года в городе Запорожье на Украине. Значит, из ветеранов я самый молодой, потому что все, кто рождение уже 27-го и позже, не воевали. Они служили в армии, занимались своими делами, работали, но воевать кончали 26-й год. Так что, несмотря на то, что мне сегодня 95, даже с половиной, значит, я самый молодой ветеран не только в нашем городе, но и в Израиле. В какой семье вы родились? Расскажите о ваших родителях, братьях, сестрах. Значит, у меня мать была одиночка, воспитывала сначала троих, потом один малыш умер с двумя детьми. Она дожила тоже до глубокой старости, умерла, похоронена в Запорожье. До войны чем вы занимались? Где учились? В какой школе? Какие увлечения у вас были? Я учился в седьмой средней школе, закончил там 7 классов. Вообще-то я бакалавр по механике и магистр по хриогенной технике. У меня два образования технические. Что я могу еще сказать? До войны был пацаном. Во время войны воевал, прошел большой путь эвакуированных. Расскажите, пожалуйста, я извиняюсь, что перебил вас, как вы встретили 22 июня? Как вы узнали о начале войны? Откуда и ваши первые ощущения и впечатления были от этого? Видите, начало войны уже 80 лет. Трудно что-то такое вспомнить. Но я был пацаном. И во дворе взрослые между собой разговаривали. А я пацан 14 лет вокруг них бегал и слышал, что они говорят. Должен вам сказать, что начало войны было очень спокойным и уверенным. Что с Германией, та, чепуха, быстро. Тут три месяца, четыре месяца. Все это дело быстро кончится. Но в действительности было потом плохо. Я вам должен сказать, что настроение у людей было, что не страшна война. Победим. Не такую войну побеждали. Но потом, когда немцы дошли почти до Москвы, оккупировали Украину, Прибалтику. Это период 42-43 год. Все поняли, что война не шуточная. Что требует многих жертв. Что это трудности, которые надо преодолеть. Иначе нас поработят. Но совсем другое изменилось. Так это настроение, что надо приложить максимально усилий, появилось потом. Сначала это никто не воспринимал войну, как серьезное, что ли, происшествие, какое-то препятствие. А потом, когда первые два года немцы побеждали, как не говорить о наших красноармянах, которые мы так надеялись, какие мы только фильмы не смотрели, отступало и отступало. Десятками тысяч попадало в плен. Это изменило настроение. Я бы даже сказал, ожесточило. Потому что мы знали уже, что текать дальше некуда. Представьте себе, что я пацаном 14 лет прошел эвакуацию из Украины через Кубань, Кавказ, через Каспийское море, через Туркменистан, а уже Казахстан остановились только там. Было много горя. А вы всей семьей эвакуировались? Вся семья ваша эвакуировалась? Семья вся эвакуировалась, потому что, видите, мы жили на улице Жуковского, а эта улица была смежная с грузовой товарной станцией. Запорожье – это очень большой промышленный город, много военных предприятий. Моторостроители имени Баранова, Запорожьсталь, которая делала там танковую броню, значит, Днепрогресс тоже. Это были такие вещи, когда немцы стремились разбомбить. И уже когда начали осколки падать во двор, а мы жили в частном дворе, надо было уходить. Ну, как обычно, по-военному, сутки на сборы, все в вагон, хлеба там, колбасы на дорогу положили и поехали. И под это гнали нас. Мы не успевали убегать от продвижения немецких войск. И в результате того осели аж в Казахстане, в городе Джамбул. А кто с вами вместе эвакуировался? Тоже еврейские семьи, которые живут в Запорожье? Совершенно правильно. Большой ошелон, в котором каждое предприятие имело свой вагон. Понимаете? Предприятию поручили снабдить нас продуктами и чтобы мы уезжали. Но я вам скажу, что это целая эпопея, потому что всего не наберешься, в дорогу не запасешься. Все нужно было иметь. Эвакуация — это тяжелейший период, когда не выскочишь из вагона. Целая история, которая очень тяжело отзывается на людях. Вот эти люди, которые пробыли, как говорится, в Каацию, там говорили про Ташкент, они свою миссию выполнили. Я как пацан, когда мне только стало 16 лет, сразу пошел на работу. Потому что страна жила тяжело, не было хлеба. Я уже не говорю там про мясо и все остальное. Нужно было иметь рабочую карточку, которая давала 800 даром хлеба. А из девенца получали по 400 грамм. Я вам скажу, что период эвакуации от 1941 до 1944 года запоминается только голодом. Как вы понимаете, денег не было. То, что привезли с собой, забрали там. Вещи меняли на кукурузу, на свеклу, на что угодно. Так называемая кукурузная мука, толкан называлась. Делали лепешки и этим жили. Это было очень тяжело. А расскажите, пожалуйста, как вы сами попали на фронт? В каком году и как это было? Вы сразу попали или вы в начале курса проходили? Нет. В 1944 году мне исполнилось 6 января 18 лет. Это был год призыва. Сразу призывали. Но в 1944 году мы уже научились воевать. Сразу в запасной стрельковый полк, где обучали курс молодого бойца. По истечении трех месяцев… Это там же в Казахстане было, да? В Казахстане, да. Местность там называется ТОШТАК. Значит, там находился этот полк. По окончании трехмесячных курсов нас направляли в разные части. Как это обычно делается, я не знаю, как сейчас, давно это было. Мы проходили представители различных воинских частей и отбирали себе солдат. А я был заморож. Был маленький, худой, тощий, но никакого вида солдатского у меня не было. Я был, знаете, безотцовщина, заморож такой же. Так что мне сильно хотелось попасть там кисты. Не взяли. Значит, брали воционные полки там, в команду аэродромного обслуживания технарями. Ну, не взяли. Не имел вида товарного. И куда в итоге вас взяли? Взяли в пограничный полк. Есть пограничный отряд, это тот, который стоит на границе. А полк – это воюет. В этот полк уже в 44-м году, особенно на 2-м прибалтийском фронте, куда нас послали, идет армия быстро и не боится, что остаются в тылу какие-то отставшие части. Те же немцы, те же финны. Их надо было вылавливать. Они не сдаются. Они стреляют. А скажите, пожалуйста, я извиняюсь, что вас перебил. Кто вы были по званию и какое оружие вам выдали, когда вы попали на фронт? Обыкновенный автомат Калашникова. Калашникова? Да. Автомат Калашникова. Тогда, в 44-м году, уже никто с винтовками не ходил. Может быть, ППШ? Да. Я просто говорю, что тогда у нас было и вооружение, которое мы делали. Значит, сейчас статистика говорит, что в 44-м году уже танковая промышленность давала 100 танков в сутки. Представляете, какая работа была тех, кто эвакуировался, работал на военных заводах. Круглосуточно, с высоким напряжением. Так что хватало всего. И то, что приходило по Лендлису, тоже мы видели эти студебекеры, различные доджи, машины. В 44-м году никто пешком не ходил. Все ездили. На машинах, на танках. А расскажите, как вам запомнился первый бой? Видите, я по профессии сапер. Я ни в атаку не ходил, ни в штыковых, как говорится, в сражениях не участвовал. Наше дело было взрывать, минировать, взрывать, минировать. Вот и все. То есть непосредственно вас в бой как бы не бросали? То есть в атаке не было? То есть вы как бы шли больше за частями, которые уже как бы продвинулись вперед? Сразу же, да. Во-первых, надо было очистить местность от застрявшихся там отрядов немцев, потом очень много было украинских бандеровцев. То есть элементы, которые были противниками советской власти. Это нужно было очищать. Это люди, которые знали, что их ожидают, они стреляли. Кому было уже все равно. Они не сдавались, никто руки не поднимал. Когда очищали местность, тогда начинали очищать застрявшиеся мины и все прочее. А где это было конкретно? Можете описать города, где вы воевали? Ну, не воевали, а где продвигалась ваша часть? Значит, наша часть продвигалась в ленинградском направлении. Это был второй прибалтийский фронт и ленинградский фронт. Я на двух фронтах участвовал. Шли по проселкам, городам. Я название не помню. Но когда мы дошли на полдороги к Ленинграду, это в 44-м году, уже в октябре месяце, Финляндию выбили из войны. И согласно договору, она должна была дать в своей территории такую площадку, где нужно было организовать военно-морскую базу. Это называлось дальние подступы к Ленинграду, чтобы Ленинград был надежной охраной. Вот нас, эту часть нашу, перевезли в Финляндию. Где-то начиная с осени 44-го, да, где-то в зиме, попал я в Финляндию, на этот полуостром Пор-Калаут. Это военно-морская база, которая закрывала проход через Финский залив в Ленинград. И там я уже встретил окончание войны и еще долго служил. Я домобилизовался только в 51-м году. Семь лет я в армии был. А вы сами воевали в Прибалтике? В Прибалтике. В каких городах вы были во время войны, когда Прибалтику собрали? Мы до Прибалтики, в саму Прибалтику не дошли. Нас остановили, когда мы дошли до города Балагоя. Это где-то под Ленинградом. А там перегрузили в эшелоны и повезли в Финляндию. Я говорю, что я в атаке не ходил, потому что я был по профессии военный сапер. А в вашем взводе были потери? А как же? Подрывались на минах? Не столько от этого, а сколько натыкались на различные группировки, которые не хотели сдаваться. Это где было? На какой территории проходило? Это по пути в Ленинград, в лесах. А что это были за группировки? Это были немцы, попавшие в гружение? Не столько немцы, сколько были бандеровцы. В Ленинградской области? Это люди, которые провинились перед народом, перед страной, которые выполняли полицейские функции. Это народ, как он говорится, отпетый, он не сдается. Власовцы, да? Да. А вам самим были такие случаи, что на вас какая-то группировка напала, где вы находились, и приходилось вести бой с ними? Я не понял. Было такое, что одна из группировок власовцев или бандеровцев напала там, где вы находились, и вам пришлось участвовать в каком-то бою с этой группировкой? Нет. У вас лично такого? Мы, пограничники, окружали такие группировки, находили схроны под землей, разные землянки, и требовали, чтобы они вышли. Они не выходили. И уничтожали всеми путями. А где это происходило, в какой области, не помните, где они прятались? Это было в России, перед самой Прибалтикой. В Ленинградской области перед Прибалтикой, получается? А кто там в основном были, я думаю, это немцы были, или все-таки больше наши были? Нет. Я немцев очень редко видел, очень редко. А в основном это были бандеровцы и украинские националисты. И, как правило, их в плен не брали, или бывало, что они сдавались в плен? Задача была взять плен. Они ведь отстреливались, не сдавались. Это надо было, понимаете, брать их с боем. Редко даже сдавались. А когда День Победы пришел 9 мая, где вы находились в это время? На границе с Финляндией. На границе с Финляндией? Да. Как вы встретили это событие, когда узнали? Смешно рассказывать. Знаете, обычно пограничники как-то отделяются от мирных жителей. В пограничную зону там шириной, глубиной 10 км гражданские не живут. А когда узнали, я, например, был тогда в секрете. Я так называю моя такая служба. Когда с вечера залегаешь в мору, ночью приходишь и весь день наблюдаешь за сопредельной стороной, а потом с наступлением темноты уходишь. Так вот, когда начали там в глубине нашей заставы стрелять, хрики доносились, все такое, а мы не могли подняться из секрета. Это была такая служба. А потом, когда нас сменили, пришел ночью на заставу, говорят, победа. Вот тогда, что можно ночью. А кто вы были по званию? Рядовым были, сержантом? Нет, я старшиной был. Старшиной был, да? И когда война закончилась, вы говорите, еще до 51-го года оставались служить? То есть бои были уже после войны? Нет. Уже не было таких сопротивлений какого-то? Нет. Уже такая мирная жизнь пошла сразу? Уже, во-первых, и армия стала быть, и пограничные войска уже обрели такую силу, такую мощь, что уже сопротивляться никто не сопротивлялся. Никто не воевал с нами. И где вы находились до 51-го года, служили? В каком месте? Называю. Военно-морская база, порт Калаут, в глубине Финляндии, напротив города Пярну, через финское завли. А, напротив Пярну был? Да. А вы в Пярну были в самом? Были. Один раз на экскурсии. На экскурсии? Да. В каком году? Не то в 48-м, не то в 47-м, что-то такое. Уже смутно помню. Как вас там местное население встретило в Пярну? Не, тогда уже, вы знаете, все знали, что нельзя русских трогать. Все было мирно, все было. Доброжелательное отношение было, а? Не слышал. Отношение доброжелательное было к вам? Мы мало общались с населением. Группа идет, нам рассказывают, потом сели в машину и уехали все. А в Пярну войска наши стояли тоже, да? Да. И расскажите немножко, после войны, в 51-м году, когда вы демберизовались, куда вы вернулись жить? В Запорожье вернулся. Вот представьте себе, молодой парень, здоровый, как лошадь. Потому что на армейских хлебах я подобрел, стал сильным, здоровым, хулаки такие. Ну, поскольку на границе, так сказать, это не гражданское место, где там магазины, что такое. В хирзовых сапогах, шинельки, фуражечки зеленого цвета. Демберизовался, приехал в Запорожье. В первую очередь пришел, семья бедствует. Сестра, как говорится, чуть ли не ракетичная от голода, мать высохшая. Я, в первую очередь, кинулся работать. Куда искать? На самый большой завод, где наиболее высшая зарплата, на Запорожьсталь. Вот я туда и попал. 16 лет я проработал на Запорожьстале. Там же я и понял, что без знаний никакого продвижения у тебя по службе не будет. Там и учился. Понял, что я бакалавр по механике и магистр по хриогенной технике. А в каком году вы женились? Ну, само собой. Вы представляете, девочек много, мальчиков мало. Ходят такие, хоть, как говорится, в керзовых сапогах и в потертых штанах, но все-таки парни. Так что, в прошло время женился. Сколько у вас детей? Двое. Где они сейчас? Старшая дочь сейчас вышла на пенсию. Она 27 лет проработала на предприятиях, которое называется «Элько» – «Трансформаторы». Здесь, в Израиле. Да. А сын? А сын у меня генерал. Он на должности генерала Рафаэля работает. Он генерал? Не звание, он гражданский. Должность у него генеральская. А вы давно в Израиле живете? 30 лет. Мы сюда приехали в 90-м году. Расскажите, пожалуйста, вот у вас, смотрю, есть орден и медали. За что вы их получили и как вас награждали этими медалями и орденом? Значит, орден – это по отечественной войне, за войну. И там есть одна медаль, которая называется «За победу над Германией». Это фронтовые. Остальные медали – это, ну, как сказать, заслуженные на работе и юбилейные. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности в Израиле в Союзе ветеранов. В каком году вы начали работать? Сколько было ветеранов? Какая численность была ветеранов, когда вы начали работать? В 92-м году меня избрали председателем ветеранской организации Кариат Бялиха. Я проработал 18 лет. Председателем ветеранской организации. Должен сказать, что у нас была организация одна из наилучших. Это сейчас не видно. Но у нас тогда было 84 организации. И среди этих организаций шло гласное соревнование – кто лучше, кто больше, кто более интереснее работать ветераном. Значит, хочу похвастаться. Значит, мы имели два вымпела и знамя, которое завоевали соревнования среди 84 организаций. У нас было много людей, которым присвоили звание Человеком года. То, что сейчас делается – это только маленькие отголоски от того, что мы придумывали и делали. Наша организация была одна из лучших. Вот это вот, как говорится, ну что ли, отметили от того, как-то ценили нашу работу. – А сколько человек было в вашей организации, когда вы приняли? – 350 человек. – 350 ветеранов? Это только в Кириат-Бярике? – Только в Кириат-Бярике. – Много. – А чем вы занимались? Куда вы ездили? Какие-то поездки были? В Россию ездили? – Все, что можно было сделать в Израиле, все мы делали. Ездили на экскурсии, создавали памятник. Вы знаете, что у нас в Бярике четыре памятника. Ни у кого так нет. Четыре памятника сделаны ветеранами. Прекрасно работали со всеми мэрами, что имеет большое значение. – Скажите, пожалуйста, о вкладе Красной Армии в разгроме немецко-фашистских войск. Я не понял вопроса. – Расскажите, пожалуйста, какую роль сыграла Красная Армия в разгроме немецко-фашистской Германии и ее союзников? – Я скажу, это основную роль она сыграла. Все говорят, что Америка нам по ленд-лизму поставляла материалы, оружие, автомобили. Все это правда. И эта помощь была существенная. Но основную нагрузку все-таки выполнила Красная Армия. Потому что все, что прислали американцы, аналитичане и все прочее, было бы просто хламом, если бы его не брали в руки советские солдаты. Только солдаты советские, люди, которые это все применили, решили, как говорится, исход войны. Это надо просто понимать. Я уже говорил в свое время, что если бы не было победы в 45-м году, в 48-м, Израиль как был бы и живой, так и остался. А так все-таки государство. Какое-то никакое, но и государство, где собираются, так сказать, евреи почти со всего мира. Это результат победы на войне. – Что для вас значит 9 мая – День Победы? Вы его отмечаете? Какой этот… – Только это является для меня самым святым праздником. Никакие дни рождения, день такой-то, космонавтики и прочие. Главная победа для меня всю жизнь, от самого начала, будучи, как говорится, в армии и после армии – это День Победы. Это настоящий святой день. Я видел, как люди плахали, стоя в армии продуктов, когда сдавали города один за одним. Я видел, когда никого не нужно было заставлять, а люди хотели… Ну, это смешно, может, буду рассказывать. Если ты выполнял норму, то тебе давали еще дополнительно булочку. Так сказать, прям блюда. Люди оставались после работы, чтобы еще дополнительно сделать какую продукцию, чтобы получить дополнительное питание. Просто тот, кто хоть один раз даже короткое время выдержал голод, будет помнить на всю жизнь, что такое недоедать. Я хотел у вас спросить ваше отношение к бессмертному полку и что вы хотите передать будущим поколениям, как ветеран войны и прошедшие все эти трудные испытания. Видите, не посчитайте это за хвостовство. Но мы, старые ветераны, моего Воза Семена, немало сделали для того, чтобы внедрить в сознание израильтян, которые прибыли не из России, не из Советского Союза, а из других стран, что такое была война. И для этой цели делали музеи, выставки, памятники, чтобы внедрить в память этих, ну, израильтян, кому и чем они обязаны. Как вы считаете, вам это удалось? Не в полной мере. Я скажу почему. Значит, у нас есть и музеи, у нас есть и выставки, у нас есть и приличный стенд на Ядвашем. Почти в каждом городе есть памятник для погибших ветеранов. Но этого недостаточно. Надо еще, чтобы молодое поколение, которое, может быть, досмотревшись различных фильмов, думает, что это так легко было. Это просто надо пережить. Чтобы люди поняли, что значит война. Когда всю страну проехал в одну сторону, потом проехал в другую сторону, везде это выходило боком. Голод, холод, недостатки. Когда последние штаны менял на кукурузу, чтобы можно было прокормиться. Когда нужно было работать так, что затылок трещал. Я в 16 лет пошел работать угольщиком. Это стояли штабеля угля, он самовозгорается. Его надо было перелопачивать лопаткой. Только для того, чтобы я имел возможность получить рабочую карточку хлебную. И чтобы моя мама и сестренка получили свои 400 грамм, как мои издевенцев, пацанам в 16 лет. Вот тот, кто это дело переживет, будет знать, какой ценой досталась ему победа. Что вы хотите передать будущему поколению молодежи от вас лично? Я считаю, что у них есть живые примеры. Мы создали какую-то материальную базу, чтобы они учились героизму, терпению. Я бы даже сказал, принципиальности. И помнили, что сделали отцы и деды. Для их-то благополучие. Такое не должно забываться. Спасибо вам большое за интервью. Трепкого здоровья, долгих лет жизни и всего-всего наилучшего. Спасибо. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok